Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Любовь Горчакова. И сейчас коротко о главном. Взорвать людей в честь праздника хотели задержанные в Иерусалиме палестинские террористы. Мэтры советской песни. В Москве состоялся концерт, посвященный Михаилу Светлову и Игорю Шеферану. Интернационализация памяти. В Тель-Авиве состоялась конференция, посвященная Холокосту. Следствие обнародовало подробности задержания на окраине Иерусалима двух террористов из группировки «Исламское государство», деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. Мужчины 19 и 21 года хотели совершить теракт и расстрелять израильтян возле столичного муниципалитета во время массовых мероприятий в честь Дня независимости. В задержании участвовали десятки агентов. Операцию выполняли сотрудники спецназа МАГАФ по двум адресам одновременно. Задержанным уже предъявлены обвинения. Шлем, который лечит парализованные руки и ноги, тестируют в Израиле. Система Рикаверикс считывает и расшифровывает сигналы мозга, определяя, какое движение человек представляет в воображении. В это время программа на компьютере отображает движение, а 16 электродов посылают импульс к органу, который нужно задействовать. Один сеанс лечения с шлемом стоит 740 шекелей. 15 израильских пациентов, перенесших инсульт и прошедших реабилитационный курс, теперь могут не только самостоятельно двигать парализованными конечностями, но и даже давать им нагрузку. В Израиле начнут устанавливать солнечные батареи на кладбищах, внутри шоссейных развязок, на подпорных стенах, водных резервуарах и мусорных полигонах. Эти поправки к генеральному плану выработки электроэнергии внес Национальный совет по планированию и застройке, который ранее запретил строить дома с электрическими бойлерами в качестве основного источника горячей воды. Как альтернативу застройщики должны использовать либо солнечные батареи, либо тепловые насосы или ветряные энергоблоки. Главное, чтобы было экономично. Новые поправки позволят жителям новостройок сохранять до 800 шекелей в год на счетах за электричество. Постановление вступит в силу с начала января. В Тель-Авивском университете пролистали кровавые страницы истории. На базе вуза прошла конференция, посвященная темам антисемитизма и Холокоста. Подробнее расскажет наш корреспондент. Северный Кавказ стал частью профессиональной жизни историка Ирины Ребровой 7 лет назад. В 2018-м она защитила диссертацию на тему Холокоста в этом регионе. В Израиль она приехала из Берлина, чтобы рассказать об интернационализации памяти. Вот в этом году я сама наконец-таки побывала в Нью-Йорке и увидела этот памятник, который еврейская горская община поставила память о тех людях, которые были уничтожены на Северном Кавказе. То есть они эмигрировали и эмигрировала память тоже. Конференция в университете Тель-Авив объединила гостей из нескольких стран – Германии, России, Азербайджана. Нужно поддерживать любые такие инициативы, и мы должны быть там не то что просто участвовать, должны быть в этом первые. Немножечко обидно, что здесь не хватает действительно более израильских, еще более количества исследователей. Свои исследования на эту тему проводят и на другой стороне материка. В МГО приурочили круглый стол к 75-летию Минского гетто. Организаторы оценили значимость события – академическую и общественную. Выздан научный сборник в серии труды исторического факультета Московского университета, который я имела честь сегодня презентовать на этом мероприятии. Именно тогда, на этом мероприятии, мы приняли решение, что эта тема, тема истории еврейской диаспоры, должна звучать регулярно, благодаря инициативам нашего уже сложившегося сотрудничества. Эта конференция – подготовка к следующему масштабному мероприятию, которое пройдет в МГУ. Сохранение памяти о Холокосте – это сильное противоядие от ненависти на национальной почве и от нарушения демократических свобод. Ученик и учитель – Михаил Светлов и Игорь Шеферан. Нежная лирика и гражданский пафос с мягким юмором и тонкой иронией. В Москонцерте на Пушечной состоялось выступление, посвященное известным поэтам-песенникам 20 века. Анастасия Воронина продолжит. Его ромашки, белый свет, снежинка и озера синие поют миллионы людей. Строки из хитов Игоря Шеферана в соавторстве с известными композиторами Дунаевским, Фельдсманом, Антоновым, Намином, Тухмановым разошлись на цитаты и поговорки. Он боготворил своего учителя, поэта Михаила Светлова и во всем брал с него пример. Несмотря на разницу в возрасте, они были друзьями, похожими друг на друга. Оба, по словам близких, творческие самоеды с мягким юмором. Они написали много шедевров, которые вошли в классику, ну, советскую классику, да, но, в общем, направленность и того, и другого такая гуманистическая, она просто очевидна. Вот мы это все сегодня услышим. Творчество Михаила Светлова и Игоря Шеферана живо и по сей день. Их стихи звучат на концертах в песнях популярных артистов, но вечер памяти, посвященный поэтам, удалось организовать их близким впервые. Мне бы хотелось, чтобы вот эта любовь между учителем и учеником, их общее все, было донесено до каждого зрителя в зале. Кроме поэзии у Игоря Шеферана была вторая страсть – футбол. Он болел за московский «Спартак». Любовь к футболу перенял его племянник, названный в честь дяди. Игорь Робинер стал спортивным журналистом и написал книгу о трудных временах клуба «Как убывали «Спартак». Это память о моем знаменитом и очень достойном родном человеке, которого, к сожалению, уже 25 лет с нами нет. На исторической сцене Москонцерта под аккомпанемент ансамбля «Капелла ретро» прозвучали песни на стихи, воспоминания о жизни и творчестве двух метров советской литературы и эстрады. «Сразу же сердце забьется тревожно, и звезды подарят им ласковый свет. Возможно, возможно, конечно, возможно, в любви ничего невозможного нет». Конечно, все творчество поэтов невозможно уместить в несколько часов. Поэтому процесс отбора репертуара у артистов был долгим, но по-семейному теплым. «Это была абсолютно творческая обстановка. Это такая кухня 70-х, где в одной маленькой двухкомнатной квартире умещалось шесть музыкантов с разными инструментами, с чаем, с шутками, с анекдотами. То есть я абсолютно погрузилась вот в такое время 70-х, и мне было это безумно приятно». Каждый номер неизменно находил отклик в сердцах зрителей. Они пели вместе с артистами, смеялись и плакали, погружаясь в личные воспоминания. Завершился концерт песни напутствием композитора Стаса Намина «Мы желаем счастья вам». «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пустяну за крутых дом, мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим». И на этом у нас все на сегодня. Всего доброго и до встречи!